Начну, наверное, с представления. Меня зовут Алексей Ёжиков. Я руководитель секции коучинг в Ассоциации Когнитивной Поединческой Психотерапии. Сегодня наша встреча – это не лекция. У меня не будет сегодня слайдов, потому что такая лекционно-теоретическая часть про коучинг у нас была пару недель назад. И если еще не выложили на YouTube, то я надеюсь, что ее выложат, и вы сможете ее посмотреть. Что меня всегда не устраивало в открытых мероприятиях о коучинге – это то, что о нем рассказывают, но не показывают. И какая-то такая складывается сакральная аура вокруг коучинга. Мне хочется этого не делать, а наоборот просто показывать, что это такое. Естественно, в своем собственном исполнении, в исполнении коллег. Соответственно, сегодня наша полуторачасовая встреча называется «Знакомство с коучингом». Коллеги, пожалуйста, выключайте микрофоны, если не вы шире находитесь. И сначала мы все-таки немножко, каратенечко совсем поговорим о коучинге, совсем чуть-чуть. А потом я проведу демо-сессию с теми из вас, точнее, с той или с тем из вас, с одним человеком, который пожелает, которое продлится полчаса. И после этой полчасовой демо-сессии у нас будет возможность еще раз поговорить о коучинге, чтобы вы поздавали какие-то вопросы, я на них поотвечал и так далее. Вся эта роскошь жизни, все это счастье, восторг и упоение происходит в рамках запуска второго потока нашего курса по системному когнитивно-поединенческому коучингу. Курс будет запущен 13 июля, уже скоро, через месяц. Я скинул ссылку в чат, и пока мы будем разговаривать, пока будет демо-сессия, если вы заинтересуетесь, или потом, после нашей встречи, вы сможете подробнее узнать интересующую вас информацию. Тогда, собственно, наверное, еще о себе буквально пару слов, просто чтобы вы тоже понимали контекст. Кроме того, что я руководитель секции коучинга в КПП, я сам продвижающий бизнес-коуч. Я в основном работаю с руководителями среднего и высшего звена в группе команды. Я еще подключил практику психологического консультирования просто для того, чтобы не быть сапожником без сапог. Я учу людей, как можно сочетать эти модальности, переключаться из одной в другую и так далее. Наверное, было бы правильно и самому уметь это делать. Соответственно, у меня сейчас где-то около 200 часов налета в области психологического консультирования и больше 1000 часов налета в области когнитивно-поединенческого коучинга. Под налетом я подразумеваю ввиду платные сессии. Итак, тогда о коучинге, собственно, как таковом. Мы в ассоциации считаем, что коучинг – это не что-то принципиально отдельное от психологического консультирования и когнитивно-поединенческой терапии. Коучинг уж совершенно точно – это не какие-то отдельные техники или какие-то отдельные навыки. Скорее, это такая модальность работы помогающего специалиста, которая предназначена для работы с определенным типом запросов людей, которые находятся в определенных жизненных ситуациях. Но при этом коучинг, так же как и психологическое консультирование, как и психотерапия в когнитивно-поединенческом изводе, так же базируется на когнитивно-поединенческой модели, на биопсихо-социальной модели Энгеля, на теории режимов БЭКа, на генеративной когнитивной модели. Ну, в общем, весь набор, которым мы с вами пользуемся в терапии. С нашей точки зрения, конечно же, просто успешный психотерапевт в традиционном КПТ или просто психолог-консультант, к сожалению, не может сразу автоматически быть эффективным коучингом. Это уже проверено многократно в жизни. Что люди, которые самостоятельно начинают осваивать коучинг, будучи психологами-психотерапевтами, как-то оказывается, что все равно продолжают делать терапию, хотя думают, что делают коучинг. Это очень-очень часто происходит. И как следствие это вызывает разрыв с ожиданиями наших с вами клиентов. И, собственно, что такое коучинг, давайте определимся с вами более конкретно. В системном когнитивно-поведенческом коучинге мы будем давать появление в курсе, там свои отдельные такие истории. Если очень коротко и описательно попытаться объяснить, то коучинг – это такая модальность, в которой специалист помогает клиенту в позитивных изменениях, в тех случаях, когда этот клиент находится в неком условно-нормальном или условно-позитивном состоянии. Эти позитивные изменения могут включать достижение каких-то жизненных целей, может включать какое-то устойчивое изменение своего психологического или иного состояния, освоение каких-то новых привычек, какие-то значимые изменения в жизни, которые не в формате цели описываются, а в формате изменения состояния. В общем, в отличие от терапии, в коучинге мы помогаем людям из условно-нормального состояния переходить в условно-лучшее нормальное. А в терапии мы помогаем людям, которые находятся в состоянии условного баланса психики, которые это состояние обладают определенными. Диагностическими критериями относятся или к расстройству, или к состояниям, которые приближаются к расстройству. В общем, помогаем людям из этих ситуаций выйти в норму. То есть, если так описывать очень условно, то терапия – это про то, чтобы из минуса выйти в ноль, а коучинг – про то, чтобы из нуля или легкого плюса выйти в плюс или в большой плюс. Для чего это нужно терапевтам и психологам-консультантам? Да, важный момент, давайте еще проговорю, что границы жесткой, которую можно провести между терапией и психологическим консультированием, не существуют. И границы, которые можно четко провести между психологическим консультированием и коучингом, тоже не существуют. Это некий континуум модальностей, и выбор происходит, исходя из конкретного… Ну, во-первых, исходя из компетенции специалиста, во-вторых, из конкретного запроса клиента, его состояния, готовности работать в той или иной модальности и так далее. Но внутренняя разница между тем, как мы подходим к работе в терапевтической модальности, модальности психологического консультирования, модальности коучинга, они есть. И о них надо долго рассказывать. Я сейчас не буду этого делать. Возможно, вы увидите в демо что-то, что наведет вас на какой-то общий вкус об этом. Еще раз повторюсь, сегодня мне бы не хотелось долго рассказывать о том, что такое коучинг. Сколько, просто чтобы вы на это посмотрели и сказали бы, я не вижу разницы, это то же самое, что и терапия. Или наоборот, а, кажется, я начинаю ловлю, о чем разница. Посмотрим. Я не знаю, что произойдет. Для чего терапевтам, с нашей точки зрения, психологам-консультантам, нужны коучинговые навыки? И умение работать в чистой коучинговой модальности и перемещаться из одной модальности в другую, и правильно это делать и так далее. Потому что, как я уже сказал, эффективный выбор модальности, терапия, консультирование, коучинг, зависят от текущего состояния клиента и его запроса. Вы проводите с человеком долгосрочную терапию, у вас останавливаются хорошие терапевтические отношения. Все у нас по Николасу и Казанцу, они, значит, к концу этого контракта переходят в такую фазу партнерскую, равностную. То есть вы перестаете быть заботливой мамой или папой для вашего клиента, скорее двигаетесь с ним как партнера в его уже здоровых изменениях. И человек говорит, слушайте, ну все, мне терапия вроде не нужна. И вы понимаете, да, вроде человек терапия не нужна, пора уже идти, человеку своими делами здесь не заниматься. Но при этом у человека, допустим, кто-то справился с зависимостью, вышел в устойчивую ремиссию, или разобрался с отношениями, подкорректировался с привязанностью, еще что-то такое произошло позитивное. И тут человек хочет дальше и больше. Он хочет новых совершений, он хочет с вами работать, он привык к тому, что у него есть такой партнер по позитивным изменениям. И, естественно, человеку может быть комфортно продолжать работать с вами. И тогда у вас тоже возникает возможность этому человеку сказать, а я еще и вот это могу с тобой делать вместе. Я могу помогать тебе достигать твоих целей, твоих результатов. Вот я читаю вопрос Алины в чате. Алина спрашивает, я сейчас тоже говорю, потому что у нас запись, скорее всего, тоже будет выложена на YouTube, поэтому, коллеги, да, имейте в виду, кто-то включается с камерами, ну, вы видели там огонечек записи, но тем не менее, просто имейте в виду, что мы будем выкладывать записи. Алина спрашивает, правильно ли я понимаю, что коучинг – это формат поддерживающей терапии? Ответ – нет. Коучинг – это не формат поддерживающей терапии. Потому что коучинг может быть вообще никак не связан с терапевтическими или проблемными запросами. Коучинг может быть сугубо целиориентированным. Например, человек говорит, я хочу переехать в другую страну, не потому что я отсюда хочу уехать, а потому что я хочу в другое место. Я хочу получить повышение по службе. Я хочу освоить новый навык. Я хочу лучше играть на гитаре. Я хочу, не знаю, там, что-нибудь еще такое сделать. Накопить денег на покупку, о которой я давно мечтал. И здесь не требуется терапевтическая работа с этим человеком и поддерживающей в том числе. И там есть свои нюансы. Не только того, какие техники и навыки вы используете, но и того, в каком вы состоянии, как помогающий специалист, работаете с этим клиентом. Соответственно, когда вы как терапевт изучаете эту коучинговую модельность, вы можете продолжать работать с вашим клиентом не только в формате поддерживающей терапии, но и в формате, собственно, коучинга, помогать человеку решать те запросы, с которыми вы раньше не работали, потому что не терапевтические. Это первая история. Вторая история. К вам могут начинать приходить люди на коучинг, но потом может оказываться, что их запросы уходят куда-то корнями в психологические проблемы или в какие-то их проблемные состояния, и они хотят с этим состоянием поработать, и они могут приходить к вам на терапию. То есть эти две модальности являются взаимодополняющими. Вы, по сути, перестаете отбрасывать часть клиентов, которые находятся в более-менее устойчивом состоянии, которые хотят чего-то для себя полезного и ценного по жизни сделать. Вторая вещь очень важная, о которой мы тоже постоянно говорим. Зачем традиционному когнитивно-поведенческому терапевту коучинг? Затем, что осваивая коучинговую модальность, когнитивно-поведенческий коучинг, вы становитесь способны с очень высокой эффективностью перейти в работу в когнитивной терапии, ориентированной на восстановление. Это, если кто-то не слышал, да, это новый, предложенный институтом БЭКа, формат когнитивно-поведенческой терапии. Он анонсирован в третьем издании учебника Джуди БЭК, нашего с вами базового, который был выпущен на английском языке в 2020 году. На русский он еще не переведен, но я вот, надеюсь, его вот-вот уже выпустят. И, собственно, когнитивная терапия, ориентированная на восстановление, она во многом, особенно в том, как мы смотрим на нашего клиента, используются очень сходные способы взгляда на клиента и выбора действий интервенций, что и в коучинге. Поэтому, если вы работаете в традиционной терапии, осваиваете коучинговую модальность, уже можете с клиентами больше работать. И плюс для вас CTR будет очень прост и ясен в освоении, потому что вы подойдете к CTR, уже понимая внутреннюю разницу между терапией и коучингом. Антон спрашивает в чате, можно ли сказать, что коучинг и психотерапия принципиально различаются по запросам клиента. И да, и нет. Мы тоже учим, как это определять. Сейчас мы будем от этой вот общей теории и моей болтологии, да, уже народ подсобрался, я 15 минут порассказывал, что такое коучинг. Мы сейчас будем переходить, собственно, к демо, ради которого мы все здесь собрались, включая меня. По первичному запросу, в целом, у помогающего специалиста, естественно, и после первой диагностической сессии может сложиться некое общее представление, что, наверное, это больше про коучинг или это больше про терапию. Но проблема в том, что, как и в терапии, психологическом консультировании, вы прекрасно это знаете, первый запрос может быть не тем запросом, с которым на самом деле человек собирается работать или который у него болит. И поэтому нередко бывает такое, что человек приходит, например, с коучинговым запросом, а потом в течение одной сессии выясняется, что этот запрос на самом деле психотерапевтический. И эти вещи тоже нужно уметь подслеживать, диагностировать и правильно выбирать модальность, и помогать клиенту переходить из одной модальности в другое, если это необходимо, либо обращаться к другому специалисту, как в случае, например, если вы не имеете права выписывать фармакотерапию, а человеку она нужна, допустим, ну или у вас есть гипотез, вы перенаправляете человека к психиатру. То же самое, если вы понимаете, что нет смысла работать в коучинговой модальности, а вы не умеете, точнее, в терапевтической модальности, а вы не умеете работать в коучинге, можно перестать в коучинг. Но вот про запросы мы сейчас с вами прям посмотрим на практике. Давайте тогда, вот если у вас будут вопросы, они у вас наверняка еще будут появляться по ходу. Во-первых, смотрите в чатике, и потом у нас в описании к видео будет ссылка на наш базовый курс по когнитивно-поведенческому коучингу, там есть довольно много ответов на разные вопросы. И после демо-сессии, которая продлится полчаса, после того, как вы уже на это посмотрите, я тоже буду готов на всякие разные вопросы уже более конкретно поотвечать. Они, возможно, будут более предметные. Что мы сейчас будем делать? Мне нужны будут добровольцы. Я ни с кем не договаривался. У меня нет здесь подсадных уток, к сожалению или к счастью. Каждый и каждая из вас абсолютно в одинаковых условиях находится. Любой из вас может стать клиентом в этой демо-сессии или игроком, каучи, называйте как хотите. Что важно понимать? Что, во-первых, у нас ведется запись, и запись этой работы может распространяться широко, неограниченному кругу лиц, соответственно, на YouTube, использоваться потом в качестве методических материалов на курсе. И так будет на всех наших открытых демо-сессиях. Поэтому, если вы готовы выйти с запросом, то тем самым вы автоматически даете нам разрешение на то, чтобы эту запись распространять, пользоваться ей по нашему усмотрению. Поэтому это пункт номер один. Пункт номер два. У нас может быть больше, чем один или одна желающая. Я надеюсь, что хотя бы один найдется, а то, чем мы тут собрались. Но если будет больше, то я попрошу каждого из вас, кто заинтересован в этом, кратко, буквально за минутку, изложить свой запрос. Возможно, я буду задавать какие-то дополнительные вопросы. И мы уточним столько запросов, сколько будет в аудитории на коуч. То есть пять будет пять. Потратим на это, инвестируем в это какое-то время. И после этого, я вот не знаю, Леонид, который из техподдержки с нами, не отошли покурить или попить водички? Нет, я с вами. Леонид, скажите, можно ли будет сделать опрос быстро, просто с циферками, из которых можно будет выбрать, типа один, два, три, четыре, пять, чтобы посмотреть, что аудитория больше хочет? Ну вот, когда я скажу, например, сделать... А, или мы можем циферками в чате, но считать будет тяжеловато. Леонид, опрос можно будет сделать? Или это сложная история? Ну, попробую. Попробуем. Если не получится, то тогда просто расставим циферки в чате и посмотрим, какие циферки больше. Ну, в общем, на глаз. Вот, Леонид, тогда, когда я пойму, сколько запросов у нас на голосование, может быть, будет только один, вот, тогда я, в общем, об этом сообщу. И последний момент, да, просьба к тем остальным, именно где-то эти демо-сессии. Во-первых, если кто-то входит, чтобы у этих людей тоже были выключены микрофоны, автоматически это делается, если включается, очень быстро выключает, чтобы не сбивать клиента. И, да, будет просьба выключить камеры на время демо-сессии у тех, кто не работает, для того, чтобы, опять же, клиент мог не отвлекаться на какие-то еще окошки, кроме меня. Но это мы, в общем, отдельно проработаем. Вот как-то так примерно это будет происходить. Есть ли какие-то вопросы насчет того, думаете, выйти или нет с запросом, но у вас вот есть какой-то вопрос, который вам надо до этого предварительно задать. Есть ли какие-то вопросы? Вопросов нет. Что-то как-то я очень серьезно и тон, мне кажется. Давайте, еще надо получить от этого удовольствие. Это тоже важно. Попробуем это сделать. Пожалуйста, у кого есть запрос на коучинг, это не страшно, вам страшно не будет. Так, Дарья пишет, у меня не очень хорошая связь. Вот это я надеюсь, что как-то у нас справится. Поднимайте руку. Пока что я вижу запрос, точнее, руку поднятую только от... Если еще желающие... Так, Георгий, давайте еще секунд 10 обратного отсчета. Будет готов. Давайте я прочитаю. Раз, два, пять, пять, четыре, три, два, один. Так, у нас четыре человека, и Ирина Сырых написала в чате. Ирина, поднимите, пожалуйста, тоже руку. У вас есть такая вот кнопочка с поднятием руки. И вот Наталья у нас еще присоединилась. У нас тогда получится шесть человек. Ой, Инна Сырых, прошу прощения. Инна, я вас неправильно назвала. Так, у вас становится все больше. Так, давайте ограничим этим. Вот, все, семь человек. Альбина вскочила в... Анна, ну куда вы? Вот уже все, уже последний вагон. Ну, хорошо, оставайтесь. Тогда у меня к вам будет просьба. У нас целых восемь человек. Голосование будет большое у нас, видимо. А сколько у нас народу в чате? У нас... О, 150 человек. Хорошо, отлично. Горшочек не вари, Марины. Вас, прошу прощения, уже все. После ухода последнего вагона мы оставим первые восемь тогда человек. И, Леонид, у нас будет голосование из восьми пунктов. Там это можно такое сделать? Восемь пунктов влезает или надо ограничить все-таки? Да, можно в восемь. Обалдеть. Так, Леонид, тогда вот можете прям восемь человек... Ну, то есть мы голосовать будем пофамильно, да? У нас есть участники. Ирина Сенчурина, Георгий Григорьев, Дарья Вячеславовна. Отчество без фамилии, но будет так, как... То есть все, кто руки держит? Да, все, кто держит руки, вот кроме Марины, без фамилии, потому что Марина позже подключилась, мы просто не успеем работать. То есть до Анны включительно. Хорошо, сейчас. Так, тогда коллеги, поскольку у вас аж целых восемь человек, во-первых, скажу, что демо-сессии открыты еще будут. И поэтому, опять же, если вы сегодня не попадаете, а семь человек не попадет из восьми, то ничего страшного. Приходите еще, такая возможность обязательно будет. Мы будем делать их реально регулярными. Давайте тогда у меня к вам просьба, коллеги, постарайтесь очень емко описать запрос, с которым вы хотели бы сегодня поработать. И начнем тогда с Ирины. Ирина Сенчурина. Да, добрый вечер. И такой запрос. Я уже прошла переквалификацию в психолога, нахожусь в середине базового курса, но при этом так и не начала свою практику. То есть я боюсь взять клиента. Я понимаю, что я много чего знаю, много чего сдавала, но клиента с улицы я так и не взяла. Хочу начать, наконец. Что бы вы хотели, чтобы было результатом сегодняшней сессии? Примерно понимание первого шага, например, который мне необходимо сделать, чтобы сдвинуть себя с места. Боюсь взять клиента, хочу понять первый шаг, что мне сделать для того, чтобы первого клиента получить. Да. Окей, спасибо. Георгий, вам слово. Добрый день, я не совсем Георгий. Не совсем Георгий, да. Это сюрприз. Меня зовут Анастасия, я девушка Георгий. Анастасия. Я один в Челябинской области. И вот я телеведущая, у меня все нормально, хорошо работаю, но я не могу выйти на уровень выше. Мне хотелось бы, ну вот я проходила обучение от Russia Today, и может быть как-то пойти к ним учиться, и потом работать на них, то есть подняться. У меня все стабильно, и вот в этой зоне комфорта я нахожусь, и я не понимаю, как выйти и развиваться дальше в телевидении. Что бы вы хотели сегодня в результате сессии получать? Мне бы хотелось какую-то, может быть, мотивацию, или чтобы мне объяснили какие-то шаги, как мне сделать так, чтобы я в журналистике добилась большего, чтобы не останавливалась на том, что у меня есть сейчас. Мотивация, шаги для того, чтобы добиться журналистики больше? Да. Хорошо, спасибо, Анастасия. А тогда дальше Дарья, вам слово. Всем здравствуйте. Мой запрос, наверное, будет такой. Я хотела бы выйти на новый уровень заработка, освоив новую профессию. То есть я 7 лет проработала в сфере образования, и сейчас вот это мой первый шаг, скажем так, в сфере психологии. И мне бы хотелось убрать, скорее, синдром перфекциониста, потому что у меня убеждение, что уже много профессионалов, много слишком крутых специалистов, и куда мне там до этого уровня? Слишком много времени стоит потратить, и не факт, что вообще я добьюсь таких же высот. Что хотели бы сегодня, Дарья, в качестве результатов? Ну, поработать с убеждениями, наверное... Поработать с убеждениями и, соответственно, направить мысли в нужное русло. Поработать – это процесс. Что бы вы хотели... Ну, вот что значит направить мысли в Новую Русь, как результат? Что это будет за Новую Русь? Хорошо. Наверное, убрать тогда данные убеждения, чтобы они не мешали мне для достижения моих целей. Хорошо. Спасибо, Дарья. Наталья Мотева, с нами ли вы? Добрый вечер. Я бы хотела понять... То есть я очень много работаю, и при этом выхлоп получаю не очень большой, в смысле финансов. И это такой у меня замкнутый круг, то есть я слишком устаю, когда больше работаю, и потом не могу работать. То есть мне нужно наладить какой-то и понять, как это, какой процесс, чтобы соблюдать баланс отдыха, и чтобы меня хватало на год. Баланс отдыха и работы в государственном учреждении. На данный момент запрос такой. А что бы вы хотели, чтобы сегодня с вами произошло? Понять, каков процент должен быть отдыха, чтобы мне хватало на год. То есть я отдыхаю, когда очень сильно устаю, то есть когда больше не могу работать. Как мне сделать так, чтобы до этого не доходило, то есть не до дна. Понять, какой процент отдыха вам нужен, для того, чтобы у вас был баланс, отдых и работа на год. Спасибо, Наталья Альбина. Здравствуйте. Вам слово. Здравствуйте. Я начинающий специалист в сфере психологического консультирования. Веду несколько клиентов, но не могу брать за это деньги. Хотела понять для себя, что бы сделать для того, чтобы привлечь больше клиентов и зарабатывать на любимом деле. Чего вот не хватает, каких действий конкретно от меня. И что будет для вас результатом? Ну вот понимание, какие-то шаги или что? Понимание, да. Конкретно, может быть, план действий какой-то можно будет разработать приблизительно хотя бы. И перестать вообще стесняться брать оплату за консультацию. Окей. Альбина, спасибо. Дальше у нас Инна. Здравствуйте. Я тоже начинающий специалист. В общем, я закончила магистратуру сейчас по спортивной психологии. Вот. Я спортивный психолог. И, ну, я уже какое-то время работаю. Вот. И хочу вести свой инстаграм профессиональный. Но у меня не получается это делать регулярно. Мне бы хотелось, чтобы я постоянно вела профессиональный инстаграм. Вот такой запрос. Не получается, потому что VPN работает нерегулярно? Ну, нет. С VPN пока проблем нет. А что для вас будет сегодня хорошим результатом? Ну, наверное, какие-то шаги. Не знаю, или тоже, может быть, план действий для того, чтобы... Для того, чтобы я могла делать, чтобы не бросать это дело. Чтобы я делаю это регулярно. Если у вас проблема именно в нерегулярности. Ну, слушайте, да, наверное, наверное, да, об этом. План действий, чтобы регулярно вести инстаграм. Угу. Окей. Если не успеем сегодня поработать, то план действий на каждый день, может, помните, в Симпсонах, по-моему, было, а, нет, в губка Боб квадратные штаны, да, to-do list, и там nothing, и там каждый день Патрик учеркал. Вот тоже план на сегодня вести инстаграм. Отлично. Деньги, пожалуйста, организовывай. Шучу. Анна. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Мне предстоит второй запуск моего Мэффермайда, который я веду. И вот сейчас предстоит как-то вроде что у нас сейчас происходит. Вот и со специалистом по вебинарам, вроде все нормально, есть. Ничего делаю сама, есть команда, но очень боюсь. Как это все пройдет, все позорится на этом вебинаре. Боюсь, что у меня есть такой, наверное, момент, что психолог, да, клинический, а сейчас тут сценарий, набирается, не совсем в нашем подходе, прям так, дословно, есть маркетингового много наполнения. Я боюсь, как бы это не повлияло и на мою репутацию в том числе. И хочется увереннее себя чувствовать, делать все равно будем, отказываться не буду успехаться. но хочется увереннее себя чувствовать и поступить уже к репетиции. Я прокрастинирую на данный момент. А что для вас сегодня был бы результат? Сегодня импульс репетицию, какой-то план, наверное, действий, как выйти из моего ступа. Ну, и начать начать это неприятие. Унизить, точнее, страх. Хорошо, мне кажется, да, спасибо, мне кажется, я вас услышал. Да, вот тут коллеги в чате пишут, тоже у меня тоже такая же была с вашей стороны история. У вас микрофон, что-то прерывается, может быть, звук из колонок попадает в микрофон или еще что-то такое. Поняла. Посмотрим, придется ли вам с этой проблемой сейчас быть на группе. Сейчас увидим. Так, тогда у нас получилось 7 человек, там, видимо, был какой-то самоотвод по ходу дела, я не успел обратить внимание. Леонид, удалось ли сделать голосовалку? А нет, секунду, сейчас у нас 7 человек заключается. опять же вопрос для участников, для тех, кто сейчас здесь находится, не в смысле, что вам нужно будет на них отвечать, я имею в виду не только те 7 человек, которые подняли руки, те, кто у нас все в аудитории, все 156 человек. Из тех запросов, которые вы услышали, какие-то вам могут показаться вполне себе запросами на психологическое консультирование, например. За каким-то наметанный глаз, который считает, что здоровых нет, а есть недообследованные, даже стремится увидеть что-нибудь более серьезное. Обратите на это внимание внутри самих себя, вот как раз, что как бы вы, встретившись вот с таким человеком, с таким клиентом, как наши 7 гостей, 7 девушек, поразительно, парни, вы сегодня что-то не смелые, девушки, все, я буду работать только с одной, вам каждое спасибо за смелость, вы сегодня звезды, смелее парней оказались, что нормально. Так вот, что если бы вы встретились с такими запросами, как бы у вас мысль шла, то есть стал или стал ли бы я работать с таким запросом, если кто-то из моих клиентов с таким запросом ко мне придет, как я начну с ним работать, подумайте об этом, это интересно. Леонид, как у нас дела? Вот, сейчас могу запустить. Давайте. Давайте. Так, коллеги, пожалуйста, проголосуйте, с кем демо-сессию вы хотите увидеть и услышать. Да, у нас вот там под ником Георгия скрывается Анастасия. Пока голосуйте, напоминаю, что у Ирины запрос по поводу того, что она опасается брать клиентов, хочет начать это делать активно и понимание первого шага, что им нужно сделать. Анастасия, которая под аккаунтом Георгия, не может выйти на уровень выше в журналистике, она корреспондент телеканала, ей нужна сегодня мотивация, шаги для того, чтобы добиться большего журналистики. Дарья, выйти на новый уровень заработка, убрать синдром перфекциониста и поработать сегодня с этим. Наталья испытывает дисбаланс отдыха и работы в государственной компании, хочет наладить баланс отдыха и работы и в сессии хочет понять, какой процент отдыха и нужен для того, чтобы это было более сбалансировано. Альбина не может брать деньги у клиентов и ее интересует план действий, как привлекать клиентов и план тоже, как перестать стесняться получать оплату за свою деятельность. Инна хочет вести Инстаграм и хочет сделать план действий, чтобы делать это регулярно. И Анна, у которой второй запуск мастер-майнда и очень много маркетинга дополнительно к профессиональной ее деятельности, хочет чувствовать себя увереннее и тоже ее интересует план действий, как выйти из ступора и по кастинации разобраться. У нас проголосовало пока 100 человек. Коллеги, давайте еще полминутки голосуем. Пожалуйста, нажимайте на понравившийся вам один понравившийся вопрос. Пока идет голосование. Запись мы планируем выкладывать. То есть на YouTube ассоциации мы планируем, что демо-сессии будут выкладывать. Поэтому следите за новостями, подписывайтесь на новости ассоциации. Также, если будете убегать, не забудьте почитать информацию про наш замечательный курс по когнитивному поведенческому поучингу, который стартует 13 июля. Ну что, давайте, я думаю, что переходить уже и завершать голосование. У нас не знаю, что это. Это эффект первого предъявления, когнитивное искажение или просто Ирина Зимчурина попало в нерв оголенный и в боль аудитории, примерно четверти ее по поводу того, чтобы брать клиентов и понять первый шаг, который позволит это сделать. Тогда мы работаем с вашим запросом, Ирина. коллеги, огромное всем тем, кто проявил смелость для того, чтобы выйти вперед. Пожалуйста, приходите на следующие сессии, но и сейчас не уходите тоже, но приходите на следующие демо-сессии, возможно, мы с вами сможем поработать. Так, Леонид, опрос, чтобы закрыть что-то, нужно сделать или он все уже закрылся? Он должен закрыть все. Так, супер, тогда просьба отключить камеры тем, кто у нас в аудитории. Ирина, вам, возможно, будет комфортно выбрать мое видео и нажать на нем закрепить для того, чтобы вы, в общем, не сбивались, если там это будет случайно включаться или еще что-то такое. Как вы себя чувствуете сейчас? Нормально, хорошо. Эмоционально? Ну, так, немного нервничаю. Есть ли что-то, что может сейчас быстро немного снизить? к сожалению, иногда у нас будут такие помехи. Так, сейчас, секунду, Ирина, сейчас мы с вами... Да, вот, вижу, у нас Леонид с этим разбирается, все отлично. Тогда, если вдруг будут происходить такие помехи, то мы можем брать буквально на 5-7 секунд паузу, Леонид человека приглушит, мы с вами сможем вернуться обратно к разговору. Хотелось бы понимать примерно сколько времени у нас будет. Даже не примерно, а точно я вам скажу, ровно полчаса, то есть мы запрещаем 20 часов 10 минут. Перед тем, как мы начнем, Ирина, еще буквально пару вопросов. Есть ли у вас опыт в коучинге в прошлом как клиент? Нет. Первый раз клиент, совсем? Да. Окей. Как вы себе представляете коучинг, что будет происходить? Я больше представляю как некое накидывание мотивации. То есть просто есть какая-то нерешительность и вот коучинг эти барьеры показывает, соответственно, что нужно сделать, чтобы их преодолеть. Ну, не знаю насчет мотивации. Здесь мне хочется у вас еще потом будет спрашивать, нужна ли вам мотивация. Но в целом коучинг это помощь клиенту в достижении желаемых целей или состояния путем совместной рефлексии. И в основном коуч задает вопросы, отражает то, что увидел или услышал или не увидел или не услышал, резюмирует определенным образом так, чтобы помочь вам достичь той цели на сессию, которую вы ставите перед собой. Так что ничего такого сверхъестественного. Ирина, тогда расскажите, пожалуйста, чего бы вы хотели добиться в результате. Вот вы сказали, что вы боитесь взять клиентов, хотите начать. Как выглядит день и ваша деятельность, когда все случилось? Я закончила, переквалифицировалась, получила второе высшее по консультированию тревожно-фобических расстройств. И сразу же параллельно пошла в ассоциацию КПТ на базовый курс, потому что у нас в программе было два семинара ассоциации. Как продолжение нас пригласили в ассоциацию продолжить обучение. По первому образованию я вообще рекламщик, то есть дизайнер, не имеющий отношения к психологии. Сейчас у меня уже есть диплом, уже месяц как по переквалификации. И я не беру клиентов, потому что мне кажется, что у меня нет какой-то базы, нет какой-то базы образования клинического психолога, чтобы не навредить выменить этот код, чтобы не навредить например человеку, чтобы не столкнуться возможно с каким-то очень сложным случаем, который я не увижу. Хотя у нас был там курс психиатрии, но достаточно краткий. И вот мне кажется, что мне нужно еще там допустим в психиатрию подтянуть что-то, еще что-то, чтобы взять клиента и действительно ему не навредить. Вот такой страх есть. Про страх да, понимаю. его нередко встречается у начинающих специалистов. Я хочу предложить вам обратиться в тот день, когда вы взяли первого клиента. Ну, я брала, я не брала клиента со стороны, это были только обучающие наши процессы внутри обучения. Да, я понимаю. Я имею в виду первого клиента за деньги. Не знакомого вам до этого, вот прям настоящий клиент в практику первый пришел. А, то есть мы представляем, если бы он пришел сюда. Ну вот представьте, что к вам придет первый клиент. Хорошо. Расскажите, какая вы там, ну то есть для того, чтобы к вам пришел первый клиент. Вы сегодняшняя, вы какая-то другая, вы с какими-то дополнительными? Нет, наверное, все то же самое. Единственное, что я бы хотела подготовиться, то есть я, в принципе, я не очень себе представляю, к чему готовиться, потому что все сессии, они не очень, как бы, как по написанному проходят. Поэтому, вот это и есть некое такое не понимание, что если я подготовлюсь, оно все пойдет, ну, не по плану, что тогда делать? С одной стороны, вроде бы ничего страшного, но уйдет клиенту, придет другой, с кем-то мы сконнектимся и как-то, с другой стороны, я почему-то этого не делаю. То есть я этого избегаю и не беру. Хотя головой я понимаю, все то есть я могу себе объяснить, что, да, я не должна быть там идеальной, я могу ошибиться, я начинающая, не должна его вылечить за одну сессию, все это я понимаю, но не беру. Ну вот, если вы все-таки возьмете клиента, как это будет? Ну, у меня будет для начала естественное напряжение сильное, и мне не хотелось бы передать его клиенту. То есть мне не хотелось бы, чтобы клиент почувствовал, что я сама нервничаю. Но вы будете входить, правильно я понимаю вас, Ирина, что вы будете входить в эту сессию, понимая, что перед вами вот та самая неопределенность, что никогда нельзя заранее знать, как именно сессия будет проходить, то есть вы себя видите, что именно такая неопределенность будет проходить? Ну, я думаю, что да, потому что я не знаю. Ну, по отзывам других коллег я понимаю, что приходит, даже по демо-сессиям, человек приходит там с зарпроса на СРК, а там по факту там ОКР вообще в какой-то там степени. то есть, по крайней мере, вы с теми навыками, которые у вас есть, с тем уровнем образования, который у вас есть, вы входите в сессию в ситуации неопределенности, это новый для вас неучебный клиент, первый платный, и что там происходит, как вам кажется? Вы испытываете тревогу, вы сказали? Да, скорее всего, я буду испытывать тревогу и буду действовать по какому-то написанному плану, который, может быть, клиенту и не зайдет, в общем-то. И тут вот мне возникает такой страх, что я не смогу клиента... То есть, я бы хотела начать, например, с диагностики, там, с расписов, что клиент уже там делал, какие он уже проходил, допустим, обследование и так далее. Ну, это если говорить о тревожниках, там, есть определенные... Не по КПТ пока, да, вот это вот, чем у нас учили на тревожно-фобическом национальном интеллекте. И вот мне хотелось бы начать, допустим, с этого, потому что для меня это важно, там, был ли клиент у психиатра до меня и так далее, и так далее, а клиент может сразу, допустим, от меня хотеть чего-то другого. И у меня, например, нет еще навыка, как бы, как вообще нужно разговаривать с клиентом, да, чтобы его не обидеть, чтобы... Ну, потому что в моей личной практике, там, когда-то давно, было такое, что, ну, психологи не всегда со мной, допустим, абсолютно разные психологи попадались, и некоторые были достаточно грубые, например, и мне после сессии было, мягко говоря, прямо плохо. И вот на личном этом опыте я, получается, проецирую вот это, что я боюсь также навредить клиенту. Диагностикой? Да, быть излишне директивной в своих требованиях, да, к диагностике, например. То есть, вот к вам пришел первый клиент, как... расскажите прямо в подробностях, вот как происходит сессия? Я бы спросила, значит, во-первых, запрос, чем клиент пришел, какую цель он ставит, и потом, несмотря на его желание там с чего-то начать, я бы все равно провела вот первичный свой опрос, который мне необходимо знать о клиенте, чтобы для себя определить, хочу я с ним работать или нет, и могу я с ним работать или нет. И мне важно, как бы, вот настоять вот на, вот этой вот, на первой сессии на таком, как сказать, на таком плане с моей стороны. Как вы можете это сделать, чтобы для клиента это было не просто приемлемо, а комфортно? Ну, во-первых, я просто могу ему объяснить, что это, как бы, в принципе, залог нашего дальнейшего терапевтического какого-то альянса, потому что, если я не буду знать, с чем я работаю, то, возможно, это просто будет выброс денег, и на первой сессии мы просто определимся, вообще, в принципе, могу ли я ему помочь. Я, в первую очередь. я могу это объяснить, в принципе, да, аргументированно. Сейчас так, мне кажется, что немножко волнуетесь по поводу того, что сейчас происходит в сессии, или представляя себе будущее в сессии клиента. Нет, я просто, ну, на камеру как бы первый раз, то есть публично. Тогда можно, как минимум, выдохнуть, чтобы вам было что-то полезно. не проблема. То есть, у меня нет прям какого-то, я вообще, в принципе, просто впечатлительная достаточно. Не то, чтобы это какое-то волнение такое, это скорее энтузиазм даже такой. Супер. Тогда еще раз поблагодарю, и потом еще раз поблагодарю, но сейчас промежуточно поблагодарю за смелость и готовность пойти в этот опыт впервые. Окей, Ирина, итак, вот вы человеку объясняете, что это залог терапевтического альянса, в общем, ну, излагаете ему, зачем эта диагностика нужна. Что тогда произойдет, как вам кажется, с этим вашим первым клиентом? Ну, как бы, мне бы, например, лично мне такой бы подход, например, понравился со стороны врача какого-то, потому что это показывает некую заинтересованность, в принципе, в клиенте, в его проблеме, а не голословность какую-то, и не просто сессия там ради заработка. Вот. Такое отношение. И что тогда, потом, после этого? Вот вы прошли эту диагностику. Далее я начинаю понимать, с чем я имею дело и говорю клиенту, можем мы работать или нет, и как бы мы, как, по-моему, я вижу его проблему, значит, согласен ли он с этим, и как мы продолжаем работать. Предлагаю ему какие-то варианты. что дальше происходит? Дальше, очевидно, сессия заканчивается, мы прощаемся и пытаемся договориться на следующий. Вы как-то описали ситуацию, в которой я не вижу катастрофы. катастрофа тут в том смысле, что клиент может быть недоста... Ну, понимаете, как бы я человек достаточно, я так понимаю, логичный, мне об этом говорили, а клиенты, они не все такие. Они могут прийти в эмоциональном полностью раздрае и не всегда придерживаться моему этому плану и не понять все так, как я им объясняю. Естественно, я могу столкнуться с тем, что человек просто до него будет не долетать все, что я ему говорю. И вот опыта как бы работы с такими клиентами, особенно с истерическими акцентуациями, у меня, естественно, нет. Ни в учебном процессе, ни в каком. И что вы собираетесь с этим делать? Пока не столкнусь, наверное, я не знаю, что я собираюсь с этим делать. Вот это и вопрос. Что я придерживаюсь обычно всегда аргументации, то есть я взываю к логике. Я просто еще параллельно занимаюсь в школе стоицизма и там все как бы достаточно у нас логично и мы оспариваем очень хорошо. Не со всеми клиентами так можно и я боюсь сперегнуть здесь. Я боюсь быть излишне как бы рациональной и логичной и, допустим, излишне директивной. А что такое излишне? Настаивать, например. То есть не увидеть что-то, что клиенты какие-то эмоциональные пошли, отклики, не заметить, может быть. То есть не заметить какое-то проявление эмоций? Ну, может быть, я и замечу, но я, допустим, не смогу снять этот нокаул эмоциональный. Просто есть ощущение, что я же, естественно, у меня нет опыта. Я знаю только все в теории, как надо работать. И есть определенный страх, что да, я не буду знать, что сделать в этот момент. то есть как поступить, завершить ли сессию или сказать клиенту, что я не знаю, что с вами делать. Не могу вот это вот себе как бы в голове простроить, что бы я делала, если такое случится. А что с этим делает Ирина, которая уже год ведет в платные сессии с клиентом? Я тут не могу сейчас даже сказать на это, ответить на этот вопрос пока не могу. Наверное, мне нужно время, чтобы это представить. Я об этом не думала с этой стороны. Представьте у вас и с вами. Сложно представить, ведь через год все-таки есть какой-то опыт. Это уже человек. Ну и что она делает в такой ситуации? Очевидно, прибегает к каким-то техникам, которые могут помочь стабилизировать клиента хотя бы в моменте. А что она чувствует? Да. уверенность. Когда клиента разбирает на запчасти, Ирина более-менее чувствует. Уверенность, что можно как-то помочь человеку, как-то может быть под контроль немного взять, ведь он же не может, а я то наверное могу. Я не там, не в этом болоте. То есть в этой ситуации вот эта Ирина из будущего, она все-таки некоторую степень директивности, но в позитивном смысле использует. Конечно. Что еще она чувствует или делать? Ведет сессию, придерживается определенного плана и договоренности с клиентом, потому что только если мы придерживаемся определенных договоренностей, то мы что-то можем говорить, что мы сделали или не сделали, потому что если мы ни о чем не договорились, то оно идет все куда-нибудь, не туда, куда нужно. Ну вот если представлять ситуацию, что Ирина через год идет по плану сессия, и на этой сессии клиент вдруг испытывает эпизод эмоциональной дисрегуляции и не справляется со своими эмоциями, допустим, скорби и горя. Или что-нибудь такое. я думаю, что какие-то моменты такие базовые из таких проблем я уже буду знать, по крайней мере, прочитаю хотя бы в какие-то кризисные помощи или может быть какие-то техники успокоения в моменте. надо будет что-то из этого в арсенал себе добавить. А как вы думаете, вот эта Ирина из будущего, она через год практики только, не через 20 лет, через год практики, у нее уже платные клиенты приходят нерегулярно. Будет ли она сталкиваться с ситуациями, которые не были известны до этого или с которыми она еще не прочитала, как справляться? Я думаю, что да. Как вам кажется, как он будет в таких ситуациях себя вести и чувствовать? Учитывая, что уже есть платные клиенты, они уже приходят, я думаю, что если с каким-то клиентом мы распрощаемся или я перенаправлю к какому-то другому специалисту, я думаю, это не будет проблемой уже. То есть это опора на тот опыт, который уже год прошел? И при этом есть ощущение, что я могу с этим клиентом попрощаться или направить к другому специалисту? Ну, такое ощущение у меня даже сейчас есть, потому что у меня, благо, на курсе очень много хороших коллег, у которых абсолютно разные опыты, разные специализации, и мы обмениваемся информацией, всегда можем контакты. Потому что не каждый терапевт подходит к клиенту, соответственно, клиент выбирает терапевт. Звучит так, что вы сегодня способны в такой же ситуации во-первых, проявить некоторую степень позитивной директивности для того, чтобы продолжать вести человека определенным образом, кроме того, в случае чего перенаправить человека к другому специалисту. если что-то пойдет на так. Ну, в общем-то, да, так оно внутри меня тоже звучит, но почему-то я этого не делала. Тогда, если возвращаться к запросу на сессию, который вы ставили, понимание первого шага, то, что сейчас вы можете сказать об этом первом шаге? Ну, видимо, договориться на сессию с клиентом все-таки договориться. То есть, я не вижу другого первого шага, как начать. Есть с кем? Да, мы там будем как бы в базе данных на сайте как минимум наши школы и буквально там через две недели там уже будут. Там, в принципе, достаточное количество запросов уже и они у нас в группе в Телеграме периодически мелькают, я просто не откликаюсь на них. То есть, здесь вопрос исключительно в том, чтобы откликнуться на кризис. Ну, видимо, да, чтобы уже просто наконец поставить себя перед фактом, что все, завтра в 10 часов надо попробовать. А раньше вы уже пробовали так делать? Поставить себя перед фактом, что завтра в 10 я попробую? В других сферах, да. И как? Обычно все нормально. Насколько по 10-бальной шкале вы сейчас готовы себя поставить перед этим фактом, что вы там завтра в 10 попробуете? Ну, пока еще на 7, наверное. Что должно произойти, чтобы это из 7 стало 8 или 9? Луне немного нужно еще временю подумать, как много положить, но мы вытащили сегодня, допустим, вот этой уверенности откуда-то из меня. Нужно ее немножко осознать. А что произойдет? Это просто подтолкнет меня к тому, что, в общем-то, бояться нечего, и в принципе, наверное, оно и вообще нечего бояться. Еще такой вопрос. Есть ли у вас какая-то возможность предварительно, то есть, вы говорите о том, что там какое-то количество заявок прилетает. Есть ли там сразу какая-то информация о том, что за клиент, с каким примерно запросом и проблематикой? Очень кратко. Да, возраст, город, примерное положение дел и возможность оплаты, сколько он готов, не готов, платный, бесплатный. Кратенько. Ирина, есть ли для вас ощущение, что какой-то клиент из тех, которых вы видели уже в чате, может быть, проще с ним начать, проще себя перебороть и пойти именно с этим клиентом в первую сессию. Ну, пока таких не было. Я как раз жду какого-нибудь такого простого невротика с панической атакой, грубо говоря, потому что там пока такие запросы с ОКР, они для меня немножко еще, скажем так, сложноватые, берут клиницисты. А там сплошняком ОКР? Ну, что-то прям да, пока прямо ОКР идет. Как только какая-то тревожная фобия будет, я возьму, конечно. А если завтра в 10 утра там не будет тревожных фобий, а будет сплошная батарея ОКРщиков? Завтра, наверное, я пока не возьму ОКР. В общем, я бы хотела начать все-таки с хотя бы вот с тревожником. А что там еще бывает, кроме ОКР, который вам пока не очень любит? По хондрике попадаются тоже можно взять. То есть вы берете первый запрос, который не ОКР? Да. Хорошо. Возможно, это просто моя нелюбовь к ОКР. Не знаю, не могу разделить, но прекрасно понимаю, что у всех специалистов есть какие-то свои ахиллесовые пятки. У нас у всех есть какие-то вещи, с которыми я не очень Я просто люблю быстрые результаты, как правило, там, допустим, панические атаки, какие-то фобии, это прям вот можно решить и увидеть результат, а с ОКР, но это долгая история, и, наверное, пока просто, может быть, еще не распробовал, не могу сказать. Хорошо, тогда, Ирина, скажите, пожалуйста, что вы можете для себя сделать до того, как вы возьмете первого клиента, чтобы подкреплять свою уверенность в себе? Вы сказали, что вы хотите переварить то, о чем вы сегодня поговорили. Ну, нужно побольше вспоминать о том, что я нормально себя чувствую, общаясь вот так дистанционно в принципе, я просто не пробовала на самом деле. Спасибо за такую возможность. Спасибо всем, кто проголосовал за это тоже. Окей. Ирина, у нас потихоньку время подходит к концу. Я хотел вас спросить, насколько вам по десятибалльной шкале удалось достичь цели на эту сессию, понимание первого шага, что я сделаю для того, чтобы очень Да, мне удалось, потому что я не, как бы, я в принципе люблю так это себе представлять что-то в голове, всякие интересные будущие наше, но почему-то я не представляла именно себя с багажом опыта, например, и как я буду себя вести. Вот это для меня было новое. И как ни странно, мне не составило труда как бы немного это спрогнозировать. Тогда сюда, может быть, докину еще один вопрос, такой последний, да, на такой мысленный эксперимент вести. Представьте, что к вам приходит ваш однокурсник или однокурсник, ну, кто-то, с кем вы учились, и излагает вам историю такую, что боюсь брать клиентов вообще. Вроде надо мне первого взять, но стремно очень. Вот, и в чате, как назло, одни ОКРщики, мне с ними не очень комфортно. Вот, ну, я вообще боюсь навредить, там мало ли сложный случай какой-то возникнет. что бы этому человеку стали говорить? Ой, я бы наговорила много аргументов, это я умею. Поделитесь хотя бы тремя. Если это мой коллега, с кем мы учились, я так поняла, правильно услышали? Ой, я бы сказала, что у нас такая замечательная программа была, что нам просто вообще, нам грех просто не делиться этими знаниями с людьми, потому что там нейрофизиология, все, что у нас в курсе психиатрии, пусть и краткие, но как бы не всем это преподают и вообще мы очень круто разбирали, все сдавали, все молодцы. И надо пробовать, да, надо помогать людям. Еще какие-то, может быть, есть аргументы этому человеку? Ну что, ошибаться все могут и, наверное, только активная практика, ну, придется кому-то стать вот этими первыми кильками, которые не очень удачные, что делать? С точки зрения стоицизма, это вообще как бы не проблема абсолютно. Туда можно философию подключить, который тоже у нас была в курсе, и тоже люди с ней уже знакомы, и многим это очень помогло, то есть, ну, как бы, если мы говорим о тех, кто со мной учился, они меня поймут. Какие-то еще аргументы можно? Что в любом случае, как бы, разговор, в принципе, с терапевтом, он все равно клиенту помогает, даже вот если просто дать человеку выговориться, вот просто поговорить хотя бы, или взгляд со стороны кинуть, это никогда, наверное, не будет лишним, даже если не срастется там последующая работа, какое-то облегчение минимальное человек все равно получит. Если этот человек продолжает говорить и вдруг наврежу, навредю в первой сессии катастрофы, ну, тут у меня пока неоднозначно, смотря, ну, просто вот вопрос как навредить, тут я не знаю, то есть если я потом узнаю, что этот человек после моей сессии, не знаю, там, с суицидом ушел из жизни, ну, наверное, вряд ли такое случится, вряд ли ко мне пойдут такие люди, или в крайнем случае я все-таки всегда спрашиваю, у меня есть правило про были ли вы у психиатра, и вообще по желанию, по возможности я направляю всегда сначала через психиатра, поэтому в этом смысле есть такой фильтр, который у меня, ну, я его сама себе поставила, чтобы себя от таких вот проблем оградить. окей, Ирина, вот теперь наше время совсем подходит к концу, сейчас насколько вы бы оценили степень выполнения вашего запроса на сегодняшнюю сессию по шкале от 10 баллов. Ну, отлично, 10. Тогда я хочу вас поблагодарить, потому что ваша смелость и готовность в это пойти это ваш результат. Да, я, кстати, хотела вам тоже об этом сказать. Напоследок хотел, Ирина, спросить, что я сделал для того, чтобы вы смогли достичь 10 баллного результата. Да, вот, видимо, такие вопросы, которые заставляют обратить внимание на то, на что я не обращала внимания. Хотя они, казалось бы, очевидны, но как мы любим ничего не замечать положительного в себе. Здесь подсветились сильные какие-то стороны, и спасибо за это большое. Спасибо большое вам. Можем ли мы на этом заканчивать демо-сессию? Да, конечно. Отлично. Ирина, могу я вас еще попросить поделиться уже тогда с аудиторией, коллегией, аудиторией, можно подключаться с камерами, опять же, чтобы у нас снова от Анастаса и закрытой группы вернуться к общему чату. Так вот, Ирина, ваш первый опыт в коучинге, это был коучинг, давайте закончим. Ваш первый опыт. Как ваши ощущения, почувствовали вы, как клиент, какую-то разницу между модальностью психологического консультирования и модальностью коучинга? Я, да, почувствовала, я не знаю, как, насколько я могу это выразить, но мы здесь не акцентировали на проблемах, мы акцентировали как бы на поиске выхода, на видении, что мы будем делать, если это случится, и даже когда у меня было такое сопротивление, что я не вижу выхода, тем не менее, было такое ощущение, что я его должна увидеть, хоть какой-то. и это заставляло немножко напрячься и все-таки увидеть, все-таки какой-то путь разруливать ситуацию, если это случится. В психологическом консультировании мы объясняем причины, уходим больше в проблему, хотя бывает, в принципе, и когда мы говорим о решении, но, как правило, там немножко другое, разница есть, конечно. я здесь даже не столько разница в самом подходе, сколько меня интересовало именно ваше ощущение как клиент, то есть здесь не с точки зрения метапозиции, что именно происходило в сессии, как вам там было в этом. Вы описали. Ну да, но у меня есть ощущение, что если бы я, допустим, была, если бы я нуждалась, например, в психологическом консультировании сейчас или в решении какой-то проблемы терапевтической, то мне бы, конечно, все вот это вот простраивание будущего, оно бы, наверное, не сильно зашло. То есть у меня есть, видимо, есть большая разница, да, в том, с какой точкой мы работаем, с каком состоянии человек находится. Отлично. Спасибо большое. Ирина, сейчас какие-то из вопросов аудитории могут быть про сессию и там конкретно про вас. Некоторые из них я, возможно, буду ставить на паузу или на точку с запятой, ну или вообще говорить, что это к делу не относится, ну просто для того, чтобы мы не уходили в обсуждение самого кейса, да, соответственно, к аудитории. Обращаюсь, просьба, вопросы. Ну, в принципе, можно, если говорить про демо, то про какие-то вещи, которые я делал или не делал, ну и про коучинг вообще, да, поэтому, мне интересно, что вы увидели, я же обещал демо-сессию, вот оно, да, было ли какое-то ощущение со стороны, что да, это, наверное, не совсем психологическое консультирование, не совсем терапия, к которой я привыкла или привык, и что, да, это что-то там интересное, что было бы интересно попробовать. Вот, если такие ощущения есть, то тоже, пожалуйста, делитесь. Для того, чтобы задать вопрос, можно поднять голосом задайте, кроме того, можно писать в чат, по чатику я сейчас пробегусь перед вопросами из зала, Ирина, у вас там уже появилось два клиента, как минимум, в чате, пока мы с вами разговаривали, поэтому вы можете пойти в чат и взять контакты, там прям, я серьезно, я не шучу, это не прикол, то есть там есть люди, которые говорят, я готова быть клиентом. Я просматриваю чат, спасибо. Вот, но в целом коллеги там соотносятся и оказывают вам всяческую помощь психологическую и сочувствие и подбадривание. Так, вот вопрос по сути, да, Татьяна спрашивает, в чем отличие коучингового подхода от использования мотивационного интервьюирования? Мотивационное интервьюирование все-таки предназначено для того, чтобы помочь человеку пройти через какие-то позитивные изменения, обычно связанные с некими условно болезненными или отрицательными состояниями, то есть для того, чтобы человек мог поделиться, хочу это делать или не хочу, функциональный анализ, вся вот эта история. В целом, инструменты, которые используются в коучинге, многие из них взятые из мотивационного консультирования или пересекаются с ним, так же, как и терапия используют инструменты мотивационного консультирования, да, если мы, например, работаем с аддиктами, то мы не можем там не пользоваться инструментами мотивационного консультирования, но коучинг это не просто набор каких-то конкретных техник или практик или подходов, да, некая модальность для решения определенных задач. Есть просто такие задачи, когда человеку не нужно искать мотивацию, ему нужно найти способы решения задач и достижения цели. То есть коучинг работает, я бы сказал, с более широким типом запросов с одной стороны, но с другой стороны он не работает с людьми, которые находятся в состоянии какого-то расстройства, в то время как мотивационное консультирование как раз-таки с такими людьми работает. Поэтому разница и есть. Очень похоже на РКТ терапию в одну сессию. Да, значит, смотрите, здесь какая история. Терапия в одну сессию, она может быть, точнее как, в одну сессию это способ терапевтирования, так скажем. Коучинг тоже бывает в одну сессию, а бывает долгосрочной. Разница между терапией в одну сессию коучингом в одну сессию у Инди Драйдена прекрасно описана в его же книжке Single Session One-Time Coaching. То есть если вы терапию в одну сессию изучали в КПП, то наши преподаватели как раз тоже обучались и у Драйдена и понятно там, он основоположник, собственно, в этой истории. Так вот, в чем разница? Разница в запросе. У Драйдена есть конкретные критерии того, что мы можем брать в проблемно-ориентированный так называемый коучинг. Я немножко забегаю вперед. Некоторые коучинговые запросы могут быть связаны и с эмоциональными проблемами. Вот как этот запрос, например, был связан с эмоциональными проблемами. Но есть четкие критерии. Эта проблема возникла недавно, уровень дистресса не выше легкого. Проблема проявляется только в одной сфере жизни ситуации. В одной сфере жизни, прошу прощения. Ну, то есть только в одном типе ситуации. Не распространяется, например, на отношения с коллегами, с родными и там, не знаю, с случайными людьми на улице. Человек готов к изменениям и готов брать на себя ответственность за результат. Вот тогда это может быть в коучинге. Если у человека нет чего-то из этого, то тогда это запрос для терапии. Но при этом структура сессии похожа, но именно ощущения и внутренняя позиция специалиста в терапии и в коучинге отличаются. Это разные вещи. Опять же, повторюсь, потому что тот же самый Лунди Драйден, который один из основоположников терапии в одну сессию, ну, по крайней мере, систематизаторов в Великобритании, у него, он, во-первых, занимается и терапией, и коучингом, он их разделяет, и даже у него учебник один есть по терапии в одну сессию, а другой учебник по коучингу в одну сессию. Поэтому, в общем, сходство есть. С ОРКТ сходство тоже однозначно есть, и чудесный вопрос из ОРКТ мы тоже вполне можем использовать по очень как вариантам. Чем бы дополнилась сессия, если бы она не была демо? Она бы дополнилась... Так, сейчас, секунду, я посмотрю, не пропустил ли я что-то еще? Да, вроде... Вроде все. Чем бы дополнилась сессия, если бы она не была демо? Если бы она не была демо, я бы, возможно, больше внимания уделил вначале долгосрочным последствиям, ценностям и исследованию интереса, да, ну, то есть, зачем клиентке это нужно вообще? То есть, вот этот переход к ценностям и опора на ценности и на дальние позитивные последствия того, что я все-таки начну брать клиентов платных, вот это исследование ему можно уделить, ну, не то, что можно. В реальной сессии скорее я уделил бы этому большее количество времени. Особенно, если бы я знал, что эта сессия скорее всего в рамках контракта из нескольких сессий. Если бы это была разовая сессия, часовая, то я бы уделил этому минут 10 наверняка в самом начале работы. Еще в конце сессии я бы обсуждал условия следующих сессий. Будут ли они, планируют ли клиент продолжать работать, с какой частотой, периодичностью, и так далее. Можно ли это демо назвать полноценной коуч-сессией? Ну, в целом, да, за исключением некоторого количества небольших деталей, в принципе, да, можно. Может ли коуч-сессия приравниваться к индивидуальной супервизии? Это важно. Это большая разница. Ее важно понимать. Я, собственно, вначале не рассказал, что кроме того, что я сам коуч, я еще и супервизор коуча тоже. И в скором времени буду я супервизором для психологов, психотерапевтов. Нет, коучинг коуча, коучинг терапевта и терапия терапевта, супервизия терапевта, это все разные вещи. В чем отличие супервизии? Отличие супервизии в том, что супервизор, нет, их два. Первое, супервизор является экспертом в той области, в которой он супервизирует. То есть супервизор психотерапевта, сам профессиональный психотерапевт. Супервизор, Коуч и сам профессиональный коуч. Это первое. Когда мы говорим о коучинговом формате, коуч может не быть специалистом в той области, в которой исследует свою ситуацию клиента. Это первая история. Второе важное отличие. Целью коучинга может быть развитие практики, улучшение навыков, рост дохода, ну то есть что-то связанное с индивидуальными интересами и потребностями специалиста. Супервизия специалиста имеет совершенно другую цель. Ее цель увеличение качества услуги. Супервизия это не услуга для терапевта. Супервизия это определенный профессиональный процесс, который предназначен для того, чтобы росло качество предоставления терапевтических или коучинговых услуг в рынке. Я не знаю, есть ли это понимание или нет, но супервизия это чуть больше, чем просто помочь человеку пройти через свой страх или двигаться дальше. И я проходил обучение, да, и аттестацию как супервизор, и практика у меня тоже это есть. И тоже поверьте, модальность и вот именно позиция супервизора и позиция коуча, они имеют некие отличия, в том числе и в степени директивности. Будучи супервизором, я могу большую степень директивности себе позаболять, в том случае, если мне нужно сделать какую-то директивную интервенцию для улучшения качества услуги, я знаю, что она будет эффективнее. В формате чистого коучинга, скорее всего, я бы от этого выдержался, но в некоторых случаях все равно не директивно предложил бы свое мнение по этому поводу, если бы с чего-то важно. Может ли коучинг использоваться для решения проблемы с зависимостями? Например, такие запросы, как бросить курить. Ответ нет. Все, что связано с аддикциями, требует терапии, потому что аддикция это расстройство. Вы можете использовать там разные виды терапии, в том числе, например, когнитивную терапию, ориентированную на восстановление, которая может помогать. Но в целом не стоит применять коучинг там, где нужно применять специальные, предусмотренные для этого протоколы, модальности и так далее. Что важно, вместе с этим сказать, что когда вы осваиваете коучинговую модальность, вы обретаете устойчивость в этой модальности. Вы можете использовать отдельные элементы из этого, но при этом сохраняя терапевтическую модальность в работе с аддикцией. Это возможно. Ну и там мотивационное интервирование, например, тоже довольно много, которые мы тоже и в коучинге можем применять. Присоединение от ведущего меньше, чем в терапии, и про чувства и ощущения тоже меньше. Про первую часть да, про вторую часть не совсем так просто было в этой сессии. И это вопрос индивидуального стиля. То есть присоединение меньше — это однозначно да. Это одна из коучинговых компетенций. Мы требуем от нас не присоединяться к нашему клиенту через мы. И вообще ответственность за все, что происходит в сессии, за результат, который в конце сессии получает клиент, — это ответственность клиента. Он ее несет, или она. Коуч отвечает за коучинговый процесс, за свои компетенции, за качество предоставляемой услуги и за все остальное, во что он вписывается по контракту. Ответственность за результат на клиенте. Поэтому мы всегда говорим клиенту, что вы думаете, что вы сделаете, насколько… Даже результат сессии, да, не какой у нас с вами результат сессии, а какой у вас результат сессии. Насколько вы по десятибалльной шкале достигли того результата, которого вы хотели достичь. И обратите внимание, в конце я задал вопрос, а что я сделал для того, чтобы вы смогли достичь этого результата. Это тоже важно, обратную связь, когда мы берем, понимать и разделять эту ответственность. Потому что коучинг, в общем-то, не так работает. Как развидеть тут именно КПТ? То есть, чем просто коучинг отличается от коллективно-поведенческого коучинга? Хороший вопрос. Он возникает периодически. Дело в том, что просто коучинга не существует как такового. То есть, коучингов много разных и когнитивно-поведенческих коучингов тоже много. Коучинг может быть в психодинамической модальности, в психодинамическом подходе. Коучинг может быть в гештальт-подходе. Коучинг может быть в трансперсональном подходе. Коучинг может быть в гуманистическом подходе. Интегративный коучинг – это когда я просто что-то делаю по гроу, не знаю, что я делаю конкретно. Есть коучинг в репт-подходе, рационально-эмотивный поведенческий коучинг. Есть когнитивно-поведенческий коучинг в изложении Палмера. Есть системный когнитивно-поведенческий коучинг, который мы развиваем в Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. И ряд других направлений. В чем отличие когнитивно-поведенческого коучинга от других? В том, что он опирается на когнитивно-поведенческие модели и техники. То есть это базовая когнитивная модель, это модель ABC или SMER в терминологии ассоциации. Это модель автомыслей и промежуточных глубинных убеждений. Это генеративная когнитивная модель Аронобека и другие. Плюс сам подход когнитивно-поведенческого коучинга, так же как и КПТ, заключается в максимальной ориентации на эффективность, evidence-based подход, опора на исследования и так далее. Сейчас их, конечно, мало, но мы с этим процессом активно работаем. То есть еще и вот этот аспект разные когнитивно-поведенческие коучинги тоже объединяет. То есть такой рациональный, скептичный взгляд на то, что работает, что не работает в коучинге, на результаты исследований и так далее. Еще один важный момент, что в когнитивно-поведенческом коучинге, по крайней мере, мы на это надеемся, и то, что мы разрабатываем в нашем подходе в системном когнитивно-поведенческом коучинге, это, в общем, сходство и более-менее единая сетка компетенций терапевта и коуча. То есть компетенции у нас разные, очевидно, но у нас есть шкала СТРС и описанные компетенции в книге Джуди Бекка, как раз, да, в учебнике когнитивно-поведенческого терапевта. Мы стремимся к тому, чтобы модель компетенций когнитивно-поведенческого коучинга была согласована с терапевтическими, ну, за исключением там одной-двух компетенций, которые добавляются. То есть, в общем, когнитивно-поведенческий коучинг тесно интегрирован с когнитивно-поведенческим подходом вообще. И в некотором смысле специалисту не нужно думать о том, как я вот состыкую коучинг и КПТ. То есть они стыкуются из коробки, они по умолчанию стыкуются. Вот как-то так надо. Вкратце. Есть ли специализированные вопросы для начала и конца сессии, характерные именно для коучинга? Да, наверное, есть. Это формулировка запроса на сессию. То есть, да, даже в терапии, ну, не даже, а просто в терапии у нас тоже есть вот эта история, что мы вначале определяем повестку навстречу. Но эта повестка в терапии очень часто бывает процессная. То есть сначала мы обсудим там, что у вас произошло за неделю, потом, значит, вы расскажете о том, какие наблюдения, какие эксперименты удались, какие не удались, потом мы поработаем над основной проблемной зоной, которая будет в будущую неделю, и потом сделаем план действий, и я выдам вам домашнее задание. В случае с коучингом мы всегда дотошно разбираемся с постановкой цели на сессию, то есть с чем клиент должен будет в конце сессии уйти. Если мы разобрались с запросом на сессию, то мы вначале разбираемся с образом результата, тоже дотошно. То есть в начале коучинговой работы мы пытаемся понять, как будет выглядеть желаемое состояние клиента, и это посвящается некое время. Обязательный результат коучинга, ну как и современной терапии, да, это план действий. Но финальную часть коучинговой сессии мы обязательно, мы не можем ее пропустить, я бы так сказал. То есть план действий, он у нас горит в голове, что мы обязаны его сделать. В целом не могу сказать, что это какое-то радикальное отличие между коучингом и терапией, нет. Но скорее это то, что приучает коучи к довольно жесткой дисциплине по этому поводу. Так, Наталья, нужно ли быть терапевтом, чтобы обучаться когнитивно-поведенческому коучингу? В текущей версии нашего курса в Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии необходимо иметь за плечами 3-4 первых семинара базового курса, для того, чтобы вы уже знали, что такое когнитивная концептуализация, поджудитбек, что такое когнитивная модель и тому подобное. То есть мы в базовом курсе по КПК, мы об этом не рассказываем, но в перспективе у нас будут появляться в Ассоциации курсы по соседним модальностям когнитивно-поведенческого коучинга, предназначенные для специалистов, у которых нет подготовки к КПТ. То есть там вам расскажут про когнитивную модель и про все такое, но следить за новостями. Не в этот раз, а вот тот курс, который стартует с 13 июля, он предназначается для тех, кто либо закончил базовый курс по когнитивно-поведенческой терапии, либо в таком же объеме какой-либо из курсов в других учебных заведениях, либо находится сейчас в ходе базовой подготовки. Для того, чтобы мы просто не объясняли многие вещи и уже разговаривали на определенном языке. И, что немаловажно, могли апеллировать к вашему практическому опыту как терапевта или психолог-консультанта. То есть вы уже хотя бы учебные сессии пробовали проводить и понимали, как это ощущается с той стороны. Вот, вопрос от Ольги. Правда ли, что коуч не работает с прошлым, и это главное отличие от терапии? Нет. Это неправда. То есть об этом очень часто говорят, что, дескать, коуч не работает с прошлым, терапия не смотрит в будущее. Это абсолютно не так, потому что когнитивная терапия, ориентированная на восстановление, смотрит вообще почти только в будущее. А коучинг иногда все-таки заглядывает и в прошлое. Но там есть разница, что в терапии, в традиционной когнитивно-поведенческой терапии мы уходим в прошлое достаточно далеко, в значимые данные детства, дезодактивные убеждения и так далее. В общем, мы можем и стремимся даже зачастую помочь сформировать ясную картину из глубинных убеждений, в том числе всей связки глубинных, промежуточных, автомыслей, поведения, эмоциональных реакций и так далее. В коучинге эта задача не стоит. То есть мы можем работать только на уровне автоматических мыслей или уходить в прошлое только на ту глубину, которая нужна для того, чтобы обратиться к каким-то ресурсным опытам или к ресурсному состоянию. То есть я прекрасно могу работать с прошлым, например, помогая человеку опереться на свой опыт добывания медали в соревнованиях по плаванию в 15 лет. Сейчас человеку 28. Обращаемся к опыту? Обращаемся. Вопрос, зачем? Для того, чтобы найти там ресурсный опыт и опору, да, можем это делать. Иногда нам приходится немножко зайти в проблемную область, но ровно настолько, чтобы снять определенные проблемы или препятствия для движения вперед. Ну, то есть, в общем, это не то, что отличает коучей. И если коуч боится идти в прошлое, то, опять же, это вопрос, потому что явно есть зона для развития компетенции. Ну, то есть, личность терапевта в процессе, это абсолютно не вредит. С точки зрения манеры говорить скорости тембра, я думаю, что это индивидуальная история. Опять же, в общем, индивидуальная. Да, Анна, вот вопрос последний в чате. Характерна ли для когнитивно-поведенческого коучинга модификация негативных убеждений? Или больше идет опора на позитивные убеждения? И как технически это происходит? Классный вопрос. Как и в когнитивной терапии, ориентированной на восстановление, в коучинге больше идет опора на позитивные убеждения? Это действительно так. Но есть проблема, ну как, не то что позитивный, неправильный, не совсем правильный термин, правильнее говорить, наверное, ну как, убэк это адаптивный и дезадаптивный, но в целом и эта терминология уже не очень хорошая, потому что дезадаптивные убеждения по факту не являются дезадаптивными. Они в какой-то момент в прошлом послужили адаптацией человека, они просто перестали быть эффективными во всех типах ситуаций, с которыми человек сталкивается сегодня, и могут иметь негативные последствия для его состояния. Но давайте условно используем термин, который вы использовали, позитивные убеждения. Да, больше опора идет на них. Но мы сталкиваемся с тем, что иногда человек там себе позитивных убеждений в голове, конечно, накрутил, а потом говорит, но я не трус, но я боюсь. И в таких случаях иногда есть какие-то, например, автомысли, в которые мы можем пойти, и клиент может их прям в моменте очень быстро оспорить. В этом отличие очень часто клиентов коучинга от клиентов терапии. В том, что клиенты в коучинге, вы когда начнете получать практику, вы это увидите сами, очень часто в моменте очень быстро оспаривают свои собственные автоматические мысли или даже промежуточные убеждения. То есть вы помогаете человеку через ABC-модель, или через SMER, или еще каким-то образом вывести на уровень осознанности, просто даже сформулировать когницию, и человек сразу такой, блин, какая чушь какая. На самом-то деле, ну вот уже так и так и так давно. И это, по сути дела, получается тот самый диспут или даже реструктуризация в какие-то моменты. Просто у здорового человека, который уже оперся на свою мотивацию, гораздо больше возможностей, да, вот этого Менхауза на себя за волосы из болота вытаскивать, гораздо быстрее и эффективнее, чем это бывает у человека, например, с депрессией средней тяжести. Вот, поэтому резюмирую, да, больше идет опора на позитивные убеждения, но модификации негативных тоже бывают. Ну, и это часть работы, мы должны уметь тоже это делать. Может ли коучинг работать с алекситимичными клиентами? Да, может. Ну, то есть имеется в виду, что он предназначен не для решения, ну, не для работы с самой проблемой алекситимии. Но у алекситимичных клиентов есть свои собственные интересы, потребности, цели, ценности, в конце концов, да, какие-то жизненные задачи, и коучинг, да, может помогать им эти задачи решать, причем параллельно еще поучиться свои эмоции распознавать как-то. То есть в целом, да, можно. Так, кажется, я на все ответил в чате, мы уже задержались на 9 минут от нашего планового времени. Давайте еще пару другого вопросов. Если у кого-то есть вопрос, который вы голосом хотите задать, то тоже включайтесь. Может ли играть диалог Сократа решающую роль? Ну, здесь как в том анекдоте с динозавром, да, вероятность встретить 50 на 50, может встречу, может нет на улице. Вот с диалогом Сократ такая же история. Может играть решающую роль, а может и не играть. То есть в целом зависит от стиля помогающего специалиста. Коучинг меньше нацелен на оспаривание. То есть здесь Сократических диалогов же тоже есть много разных, да, у нас даже есть целая книжка по Сократическому диалогу. Если это больше формат исследования у вас внутри, как у специалиста, то да, это может быть качественно сопряжено с коучинговой модельностью. Если вам кажется, что вы знаете для клиента правильный ответ и в Сократическом диалоге занимаете несколько дидактическую роль, то есть зная, условно говоря, заранее, как правильно, то это может входить в разрез с коуч-позицией и с коучинговым альянсом. И это тонкие моменты, которые мы тоже на курсе учимся в себе обнаруживать и использовать. В целом, что я могу сказать, что осваивание коучинговой модальности дает очень позитивный эффект на использование Сократического диалога. Потому что терапевты перестают пытаться подвести человека к правильному ответу, а реально более эффективно помогают человеку самому обнаружить путь к правильному ответу. И зачастую есть такие репорты, которые говорят о том, что у меня реально остался кратический диалог эффективнее проводить. С кем не может работать коучинговая? Ну, у нас есть конкретные критерии в когнитивно-поведенческом подходе. То есть, если мы говорим про эмоциональные проблемы, то я уже озвучивал, там есть перечень критериев. То есть, как давно, степень дистресса, в одной сфере жизни или в нескольке, есть ли мотивация к изменениям, есть ли осознанность проблемы и так далее. Штук 6 и 7. Соответственно, если проблема выходит за эти рамки, то сама эта проблема не является предметом коучинговой работы. Но при этом человек, который в терапии, например, работает с депрессией, гипотетически может пользоваться услугами коуча для решения каких-то других жизненных задач. Но в целом, если мы говорим про состояние средней и высокой тяжести, то это очень маловероятно, и мы скорее не рекомендуем это делать. То есть, если у человека есть некое диагностированное состояние, и человек не находится в ремиссии, то, наверное, здесь, ну, в общем, с коучингом нужно осторожно. В этом смысле гораздо лучше все-таки использовать модельность CTR. То есть она с точки зрения опоры на ценности, когнитивной терапии, ориентированной восстановлении, с точки зрения плана действий и всего такого, она здесь, скорее всего, будет лучше подходить. Если человек условно здоровый, вопросы или задачи у него, запрос цели ориентированный, то коучинг здесь подходит в полной мере. С точки зрения возрастных ограничений, вообще коучинг как модальность исторически был разработан для работы со взрослыми людьми, но это исторически. И в целом нет препятствий для того, чтобы коуч мог работать с детьми, но я считаю, это мое личное мнение, что коучинг в работе с детьми может использовать только психотерапевт или психолог, у которого есть опыт в детской психологии и навык работать с детьми. То есть я считаю, что да, это классная штука, но только для достаточно квалифицированного специалиста, который может обнаружить задержки в развитии, например, или какие-то еще моменты, который понимает особенности в возрастной психологии, которые понимают стадии формирования контроля импульсов при фронтальной коры и всего такого. То есть я с детьми не работаю, и с моей точки зрения, в общем, для работы с детьми здесь нужны более значимые ограничения. Да, вот от Галины вижу комментарий. Клиент не знает разницы между терапией и коучингом, он приходит с проблемой. Да, клиенту проблема-проблема, да, он приходит с проблемой. И как раз таки, если вы владеете обеими модальностями, вы можете совместно с клиентом определить, в какой модальности его проблему имеет смысл решать, проведя с ним первую диагностическую сессию в вполне себе формате психологического консультирования. Выбор должен быть не за вами. Выбор должен совместно с клиентом осуществляться. Более того, человек может прийти в коучинг и сказать, что я хочу коучинг, вот моя проблема, и вы можете обнаружить, что ему нельзя работать с этой проблемой в коучинговой модальности, и тогда вы будете ответственны за то, чтобы сказать, дорогой, нет, тебе с этим нужно в терапию или в психологическое консультирование. То есть это навык диагностики. Мы с этим тоже учимся работать для того, чтобы понимать, как человека направлять в том или ином направлении, как модальность выдерживать и как переходить из одной модальности в другую в ходе продолжительного контракта, если это требует обстоятельства изменения состояния клиента. Программа «Курсы и продолжительность» есть на сайте. Ссылку я кидал в чат. Давайте я его еще раз пришлю. Вот, может, туда перейти. Ссылка будет в описании видео на YouTube. Там есть вся инфа, продолжительность порядка 9 месяцев. Мы заканчиваем в 2023 году. Он длинный, там больше 120 часов, 128. По стоимости сайт, менеджеры по продажам, наши замечательные, служба заботы или как она у нас называется, наши специалисты ВКПП, они вам гораздо лучше помогут. Я вас задержал, коллеги, минут на 15. Давайте тогда будем на этом потихоньку заканчивать. Анна пишет, что меньше уже боится своего вебинара. Прекрасно. Коллеги, спасибо огромное всем, в особенности Ирине, за смелость выйти со своими запросами. Спасибо за активность в чате. Надеюсь, что вы увидели что-то важное для себя. Не успел поговорить с аудиторией о том, что вы для себя увидели в плане разницы между коучингом и терапией. Самое главное, что это только начало. Мы будем проводить такие демо-сессии, обсуждения, и вы сможете задать свои вопросы про коучинг после демо-сессии еще не раз. Поэтому, пожалуйста, если вы еще не подписаны, подписывайтесь на новости ассоциации. Следите за нами в социальных сетях, в которых еще можно за нами следить, и в которых нельзя следить тоже. И приходите учиться, и коровы, и волчица. Мы классно вас научим коучинговой модальности, вам понравится. Спасибо. Тогда всем отличного вечера, и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok